Для того, чтобы показать свою работу в низком этапе. Значит, теперь Аллочка. Алла, я ей только не надеюсь. Аллочка, пойдет ее там подержать, рука надо. Бурлок, рука надо, вообще уже, концерт, Алла, Бог. Можно начинать. Нет, не помню. Здесь команда пора на меня сядь. Я сейчас скажу то, что надо сказать. А надо сказать вот что. Что в 37-м году, на юбилей, это вот то, что должна будет говорить Тархан Ходонич. Ладно? Да. Вот. В Тарх приехал в Архангельскую область, приехал Борис Шергин. Это известнейший писатель, вот Бажов и Шергин. Вот это два человека, которые вот очень точно, точно живут вот в этой народной среде. Еще писак есть такой. Это три гениальных совершенно человека, которые через сказы, через вот метафору, очень многое дело рассказывают. У него есть Шергина и Ваня Дацкий, может, вы видели этот мультфильм. Это Шергин. Так вот он приехал в избучитальню. И там сидели, значит, бабки, вот вроде нас там, сказительницы сидели. И он рассказал историю Пушкина. И через три года он туда приехал. Вот это Аллочка должна рассказывать. Иначе тебе голову снесет наша пожилая артист. Вот. Значит, и когда он вернулся через три года, эти бабки на свой лад рассказывали историю Пушкина. Вот. И это две сказительницы. Он их записал, потому что это нечто. Вот. И когда мы посмотрели, я посмотрела, я думаю, а дело в том, что Марушина она филолог. Ей не только «Сто лет в обед». Вот. Она еще и филолог, понимаете. И она очень хорошо чувствует органику, вот, голову, вот этих всех вещей. И я доставляю мне колоссальное удовольствие с ней работать и колоссальное удовольствие это играть. И вот вы послушаете, как это звучит. Пинишский Пушкин, то есть как его понимают архангельские сказительницы. Это идет у нас 35 минут. Это маленький спектакль, который вы увидите и я буду очень рада, если он доставит вам удовольствие. Вот. И еще могу сказать, что, хотя, значит, у нас возрастные, видимо, качества, но что-то юмора у нас не пропало. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 В 18-м году девушка, да? Неландо делала так себе. Да. Так вот, Кушкин курил или не курил? Ну, чего уж умолчите? Трубку курил. Не курил. Да, выпивать выпивал. Но не курил. На портретах нет ни с трубкой, ни с папироской. И вот, знаешь, не бывало от сотворения, чтоб такие многолюдные книги в такой короткий век кто служил. Век короткой, а разум не строй. Годы молоды, а ум тысячелетен. Пень это безмолчно, а стихам нет конца. Знаешь, у другого человека ум никуда не ходит. Вот так вот, на спокое стоит. А у Пушкина как птица, как стрела умут. И что люди помысят, то он делом сухурит. В его стихах, как ветер столь небыстрый, Вон так птица. Она поет, она забудет, ел ли, пил ли. А насколько он хитрою прикладывать слово-то к слову. Я говорю, слово-то вы говоришь одно, да? А другое-то ведь надо взять скоро. А, Пушкин говорил, прям как с полки брал. Все разно сказывал. Нет, век никому не придумывать, как он придумывал. Пушкин, но в чин в стихах завел. И вот сердцем весел он, не хотел над старыми остатками. Сам повел он, никого не спросился. Сел выше всех. Думу сдумал, крепче всех. И в еговых стихах не забудешься, да? Кобыть в ростил лежит. И все-то видно, все-то понятно. И выговаривать-то не спутаешь. О, сколь письмо егово долететь до пажа. Старых утешат, а молодых забавлят. А малых учат. А речь у Пушкина умильная. И голос светлый, светлый. И выходиться-то он мог без отрыва. Вот, други водят круто, да? Либо тихо. А есть писатели, читают, прям как собаки вот грызают. А он выносит каждое слово. Разводно поет. И голос, знаешь, не перепевается, ни дребезжит. У других писателей колосин, мякин, зерно, все в одно место. У Пушкина хлеб чистый. Ой, я даю упряк, слушала Пушкина-то. Он в окне в магазинах на полках стоял. И жёночка рядом вот так вот. Не в ту сторону лишечка. Вот Наталья этого Натальи-то егала. Я говорю, красава холостому, как лошадка на воле. А он женился. Вот, влепил голову-то. А ведь много подруг было. Одну ей пуще всех зажалела. И вот, знаешь, Наташка богатая. Глаза так грубые. Волосы, как яшерицы. И грудёшка гола. Вот, эко бы только на выставку, но пока сто его здесь. А замуж-то у нас пятнадцати годов собиралась. Маменька, не жарьте рыбы крупной. Женихи приедут. Ну чё же угощать-то будете? А женихи-то дуга за дугой. И всё мимо. Да, хоть на пирах и на балах она красивее всех. А придану верить, она оттряхнуть. А Пушкин на придану не смотрит. Сватается у ейной маменьки. Вот так подходит. Всё ему благородно. Вот так вот. Маменька, вы мне бы бы Наташку дали. А у нас? У меня дочки, как пробки, замуж летят. Всё забугатых. А вы ей голодом заморите, и она помрёт. Вам чё, папа, много деньжат-то выделит? А он говорит, маменька, я ж на папу-то не надеюсь. Я только на своё письмо. И ей родня ругат. А чё ты, дикое тожище? Он у всех славы на придану не смотрит. Ты чё, на сухари будешь сушить девку эту? Ну вот. Свадьба вот ушла. Зажили молодые. Натальюшка выспится, вылежется. Вот так вот. Вытешется. Потом будет косу плетёт. А у неё зажигалка вот такая была. Пучок завелась. Я говорю, где бы пошить? Где бы чашечку выбыть? Нет. Натальюшке шляпка наложена, ножка сряжена. Погулять. Придёт. Рукавицы, катанцы, мокрой кучей бросит. Ушки. Высушит всё. Выдывает всё. И в ручки, видит, так вот и сядет, и подаст. И он чё спросит? Ну вот. Ну вот. Ложки по тарелкам вот так разбросать по рату. Шикливать сядет. Без хлеба. А сказать нельзя. Ну а как скажут? Не. Я не помню. Матка и сёстра. Никто. Куров-то обиходила. А? Наталья-то по хозяйству не родила. Ну вот. Вот так и живут за дню наперед. С утра гвоздьи по хлебам ходят, куски топчат, курят. Вот такая скверна. Плясать начнут. Грома такая ученица. Ой! Держи! Держите двери-то, чтобы Пушкин не зашёл. Все кричат, все шумят, всё нарочно. И никак не уймёшь. И всё к изъяну, всё к убытку пошло. И Пушкин никак по своей воле. Вот табаку-то он весь угорел. Да. Он пробовал Наташку добра доводить, а на уши затыкать. Вы мне уши обнимаете своими стихами. Всю квартиру заставили, книгами засыпали, бумагой. И, как раз, все к изъяну, все к убытку пошло. И Пушкин тоже никак по своей воле. Табаку-то он весь угорел. Да, он говорил, что всё к изъяну пошло. И вот Пушкин, как бы, пробовал Наташку добра доводить. Вот я говорю, она уши затыкает, не уши обнимается. О которой знакомый Пушкин спрашивает. Саня, вот всё угомонится. В ночь, что пишете ли вы? А он так вот мешает. Весна была, да кручей летел, кипел, ломал. А холодна пора, да куда-то и шевелится. Он долго терпел. Долго всё стихом.